Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вейзерочек, и вы на канале Авергейм, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Транспорт Фивер 2, и в этой серии мы продолжаем развивать наш транспорт. Эй, не понял, что ты тут делаешь? Какого хрена ты тут ролик записываешь? Я этот ролик записываю, потому что ты в понедельник не успел выложить, и придётся мне уже сегодня записывать. А, ну ладно, спасибо большое, но всё же, раз я уже пришёл, давай я всё-таки продолжу. Собственно, как вы уже поняли, дорогие друзья, сегодня мне будет Вейзерочек, то есть Аверфейлу помогать не совершать фейлы. Вот, и, кстати, не зря мы начинаем с Красной Стрелы, так как она ходит, собственно, по нашему перегону, по нашему маршруту между Белоградом и Санкт-Петербургом, на котором сегодня у нас будут довольно-таки глобальные изменения. Собственно, давайте для них мы запустим всё-таки время, уберём её с паузы. Сейчас у нас должен будет наступить 83-й год, в котором, скорее всего, ничего не появится. Это вот та самая штука должна будет появиться, точнее, в 84-м. Но за это время мы должны будем кое-что исправить. Собственно, построить, получается, немножечко больше путей на, собственно, этом перегоне, который уже только что упоминался, между Белоградом и Санкт-Петербургом, так как в этой серии, как вы уже видели по привычке по названию ролика, сегодня будет запускаться R200. Собственно, это, получается, у нас будет ускорение этой линии, просто по бокам будет дополнительно строиться у нас по две пути. О, кстати, ЧС-7, 83-й год. Немножечко у нас, так скажем, нового транспорта добавилось, обновилось. Ну, ЧС-7, на самом деле, это очень даже хорошо. Собственно, сегодня мы тоже его запустим, собственно, когда, так скажем, произвём некоторые у нас действия, которые мы запланировали на эту серию. Как обычно, замена старого транспорта на более новый у нас будет происходить в конце серии. Также, по поводу ваших просьб, я всё сделал, как вы просили. Конечно, тут некоторые станции ваши, которые вы просили меня назвать в Санкт-Петербурге, я не назвал, так как там просили станции из Москвы, реальные, собственно, в Санкт-Петербург запихнуть. Но я решил, что нужно всё-таки, если пихать станции в Санкт-Петербург, то нужно из реального Санкт-Петербурга это делать. И, получается, некоторые станции, конечно, я от вас не заменял, так как я считаю, что конечная, одна и конечная вторая, должна быть как-то более-менее похожей на реальной, так что вот у нас тут станция Парнас. Реально конечная с, получается, синей ветки Санкт-Петербургского метро, но она, так скажем, ну, мной выбранная, так скажем, да? Это не по вашим просьбам, а все остальные, насколько помню, по вашим просьбам. Собственно, вот у нас проспект Просвещения, это тоже с синей ветки, и тоже ее попросили у меня. Получается Пушкинская, плюс еще там, у нас есть Невский проспект здесь, также у нас тут уже, получается, оборот тупиковый, и вот тут у нас, получается, есть станция Спасская, возле ЖД вокзала. Дальше у нас есть станция Электросила, такая тоже у нас есть в реальном питерском метро. Ну и, конечно, у нас, получается, стало спортивное. Честно, не помню, кто какие станции называл, я, так скажем, в этой серии просьбы себя на телефон не подготавливал, но все же как бы, такой вот образ у нас выглядит название станции в Санкт-Петербурге. Также по поводу ваших просьб, по поводу улиц, я все назвал, честно, я это делал еще вчера и, получается, я не особо вспомню, где у нас какие улицы тут названы. Рад, что помню, что в Киеве тут была станция, получается, точнее остановка Проспект Независимости находится здесь у нас за вокзалом, получается. Также где-то здесь должно быть точнее, должна быть улица имени Тараса Григорьевича Шевченко, честно, я не помню уже, куда я ее запихнул, но она здесь стоп-дово есть. Также есть улица имени Шуры, Клифца, собственно, да, и все остальные основки, если честно, Сарян, я уже не помню, ну, где я называл, как бы, и даже не помню, честно, какие вы просили. Конечно, я мог бы выписать все это дело, посмотреть, какие вы просили именно улицы, но, знаете, я все, которые вы просили, все-таки вчера назвал просто уже, так скажем, забыл, потому что, ну, так бы, ну, невозможно запомнить, где какие улицы, как я называл, именно на каком месте и когда это было, так что Сарян, пацаны, но такого не было. Также у нас, получается, в Пилограде есть некоторые обновочки в виде, так скажем, нового мода на такие достопримечательности. И, собственно, в Белограде у нас теперь стоит Покровский собор. Также с памятником, получается, ну, царю. Вот, честно, напомню, Витерыч, как его звали? Это Александр II. Да, вот, собственно, памятник Александру II находится перед у нас Белоградским вокзалом. И также вот тут у нас тоже есть памятник, честно, напомню, что это еще? Это Минина Пожарский. Понял, понял, понял. Честно, я просто не помню, не разбираюсь достопримечательностей, тем более в памятниках, кто, как, где, когда и выглядел. Так что, сорян, пацаны, вот, видите, Витерыч нам помогает. Итак, также теперь вот по поводу просьбы. Теперь все. И мы можем приходить к планам на сегодняшнюю серию. Как я уже и сказал, на сегодняшнюю серию у нас будет запущено R200, и будет также достроено у нас еще по бокам нашей уже существующей ветки еще по одному пути, собственно, по которому у нас будет ходить R200. Собственно, это будут, так скажем, такие скоростные пути, которые будут предназначены чисто для R200. Также, получается, сегодня мы будем строить новый город, собственно, который будет находиться вот здесь, под названием Пастив. Я помню, что его просили. Я сначала, так скажем, думал, что, может быть, все-таки не стоит этого делать. Как бы, ну, не особо важно и нужно, но все же построить, как бы, было бы неплохо, так как все-таки вы меня просили делать пригород Киева. Как бы, я сам за то, чтобы построить пригород Киева. Так что, здесь у нас, получается, будет сегодня Пастов. Также постараюсь вне серии когда-нибудь вот здесь вот построить город Котюбинске. Ну, и, конечно же, здесь вот будет город Гастомель, в котором будет базироваться в дальнейшем Мрии. Я думаю, что из первого еще ЭЦП вы бы знаете, что она у меня есть. Также, получается, еще по поводу просьб, про кое-что забыл. Мне попросили сделать еще, так скажем, линию между Киевом и Одессой, которая будет проходить через Белоград. У нас была такая вот линия, 20А-21А, которая у нас проходила, получается, сначала между Киевом и Одессой просто через верх проходила. Но теперь, так скажем, я сделал заезд в Белоград, и теперь она, так скажем, остановится вот здесь. Только нужно немножко платформы и поменять остановки, потому что здесь, так скажем, этого делать нельзя. Пусть будет на третью. И в Белограде снова здесь вот так же будет снова на третью проходить. Так, отлично. Готово. И теперь у нас, так скажем, это место тоже чуточку более разгружено. Поэтому, наверное, по просьбам уже точно все. У нас уже находится аж целый 8 апреля, получается. Нужно спешить со всеми этими путями, чтобы как раз-таки ровненько к 2000, точнее, в 1984 году запустить у нас Р-200. Итак, получается, вот, кстати, красная стрела у нас из Питера сюда приехала. И теперь мы здесь вот должны, так скажем, построить, 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 построить новый путь. Я там уже смотрел, как это все должно быть у нас в будущем. Точнее, прямо сейчас у нас как это будет проходить в итоге. И прямо сейчас мы с этим делом будем заниматься. Так, вот, допустим, вот отсюда у нас будет расширение с максимально большим ограничением в виде 200, даже вот, 50 километров в час. Ага, здесь 247 максимальное, возможное, так, 200... А, нет, 250. Здесь вот можно сделать так. И теперь получается точно так же именно от этого же разъезда, собственно, вот от именно этого же. Да, вот так вот идеально. И, собственно, до того же самого места мы прокладываем вот такую штуку. И у нас ограничение даже 300! Фига себе! Неплохо, неплохо. И, собственно, вот таким вот образом мы это все делаем вот так вот. Ставим. И теперь у нас будет, так скажем, в дальнейшем 4 полоска, которую мы прямо сейчас продолжаем вот таким вот образом строить. Скорее всего, какие устрою я буду делать в виде таймлапса, так как сегодня серия должна быть максимально короткой, тем более я ее уже и так очень сильно задерживаю, потому что, как бы, она должна была выйти в 15.0, она как минимум выйдет в 18.0, если вообще она выйдет сегодня во вторник. На что я, на самом деле, очень-очень сильно надеюсь. Ну что ж, получается, я ухожу, ну, на небольшую паузу, но, тем не менее, вы будете видеть в таймлапсе, как я строю этот, собственно, перегончик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, блин, ну что ж, перегон у нас теперь полностью готов. Здесь, получается, как вы уже видели на таймлапсе, я сделал такие вот, если, скажем, разъездики, в которых, перед которыми, точнее, нужно будет поставить обязательно нам светофоры, так как, ну, вы сами понимаете, думаю, что, как бы, чтобы все пропускали нашу R200, Для того, чтобы, ну, вы сами, как я уже только сказал, понимаете Ну, если не пропускать Р-200, это же, как бы, скоростной поезд Она не должна останавливаться на каких-то светофоров и никого пропускать Это неправильно Так, здесь у нас получится, ага, здесь у нас единственный выезд Так что мы должны вот так вот делать всё-таки, хоба Итак, теперь, поезд, да, расставим, вроде как, везде все светофоры Теперь у нас такая вот огромная, широченная здесь вот магистраль железнодорожная Здесь было, на самом деле, очень сложно Вот именно вот в этом месте, поэтому надо было правильно светофорчики везде проставлять Потому что, чтобы, если, так скажем, поезд останавливать Здесь вот, чтобы пропустить красную стрелу, а тут, из этой стороны И здесь вот оставить, чтобы её также с этой стороны пропустить Здесь также, вроде как, всё более-менее должно быть нормально в итоге Ну, и вот здесь вот, так скажем, тоже было одно неприятное такое вот место Потому что здесь, так скажем, ну, очень надеюсь, в любом случае, что будут все пропускать нашу дорогую Р-200, ну что ж, нам осталось только лишь, получается, отпустить время И дождаться 1984 года, когда она у нас, нам будет доступ, тогда везерочек У нас, получается, смотрит номер линии в данный момент Который, который мы должны будем назвать нашу будущую R-200 Собственно, можешь, пожалуйста, озвучить? Я думаю, что если это R-200, то ему подойдёт номер 200-201 200-201, ну, в принципе, нормально, так что давайте мы его и назовём 200-201 Ну что ж, дальше, получается, пока мы ждём нашу R-200 Бастер, который строить будет довольно-таки долго А вот транспортный средство занимает намного быстрее Нам, как я уже говорил, осталось времени не так уж и много до её прихода Так что надо бы немножко поспешить У нас, получается, сколько? Аж целых 2 или 3 поезда, получается, да? С ЧС-7 будут ходить Так, у нас, конечно, небольшая подлага У нас, да, в следующем случае, 2 поезда у нас будут заменены на ЧС-7 Ну ладно В принципе, у нас поездов и так реально не так уж и много Так что если у нас будет такое максимальное разнообразие, то тоже, в принципе, неплохо Так, уже добавляем, получается И сюда, конечно же, тоже добавляем, собственно, нашу красавицу ЧС-7 Так, получается, да, ЧС-7 это же для постоянного тока, да? А ЧС-8 для переменного Да Насколько я помню, да, бывает хорошо Здесь, получается, он у нас на светофоре стоял И теперь, так скажем, отправляется Ну что ж, вот он наш ЧС-7 У нас какая? Ага, это у нас в Киевлине Ага, у нас, получается, останавливается на светофорчике, как я понимаю, да? Здесь у нас светофор должен быть Или он просто не может заехать в эту горку И если делать пусть крест-накрест вот таким вот образом, наверное, да? Вот так вот, да? Опа Так, ага, всё, вот, поехал, красавец, поехал, молодец Так, а, или может, тут кого-то ждёт, или что? А-а-а, у нас, получается, вот, Т-3 у нас для Розовой приезжает Он приезжает здесь, да? Может быть, он его ждёт, как раз-таки Что даже, наверное, скорее всего Так, небольшое, так же, проблему исправили Надеюсь, что теперь у нас ЧС-7 поезд Ну что ж, красавицы, новенькие, ЧС-ики Это хорошо Теперь у нас, скажем, двухсекционные такие вот красавчики ходят, точнее, да? У нас уже август Это, как бы, очень быстро время реально летит Но нам всё-таки нужно, как бы, заменить Лиазы 677М А М-ки, как вы знаете, лучше, да? Так что, вот, собственно, мы Лиазы почти что все старые заменяем на Эмошные Так, блин, как прям, как про БМВ, да? Вот БМВ, значит, Эмошная, не Эмошная Вот, блин, Лиаз Эмошный, да? Блин, Лиаз М5, гениально Так, получается, это тоже пусть у нас заменяется Есть вот, конечно, так, главное мне, вот сейчас, главное мне никуда не промахнуться Потому что это будет максимально обидный сейчас промах Потому что я уже выбрал очень-очень много И это, так скажем, очень плохо Блин, конечно, на самом деле я хотел сделать немножко пограмотней Эм, в ролике Так, чтобы, скажем, обрезать всё это дело нормально Так, я выбираю Так, так, так Так, так Так Не, ну их, конечно, очень хрена Ну что ж, в принципе, я всё выбрал И теперь мы можем нажать на кнопочку заменить И выбрать Лиаз 677М Так, ну что ж Где у нас? Вот он тут у нас, получается, находится Вроде как больше новых автобусов у нас особо нету Получается, рада, что ПАЗ 672М Скорее всего, мы их тоже хотелось бы заменить Некоторые другие наши, так скажем Междугородние маршруты Так, ну что ж, изменяем Так, отлично, готово Теперь у нас есть вот такие вот красивенькие Лиазы 677М Так, ну что, давайте на них посмотрим Вот они у нас, так скажем Если честно, он, как мне кажется, более узнаваемый Лиаз Чем обычный, да Этот М-шный Потому что у него, как бы, фары Уже больше не круглые А более узнаваемые Такие просто прямоугольные Вот такие вот, так скажем, красавицы Которые у нас, получается, и на БАЗ 672М ставились И на, получается, ЛАЗы 699Р или там на 600 еще какие-то ЛАЗы Тоже ставились Короче, просто стандарт для того, чтобы можно было просто между автобусом переставлять Так скажем Вот, кстати, он у нас ходит, получается, по улицам Миколаева Посмотреть, что у нас там есть еще Что-что? Ты забыл поставить им техобслуживание Я забыл поставить техобслуживание Ну, это исправляется очень легко Вот так просто, прям, абсолютно все транспортные средства Давайте обслуживание снова добавляем И все Теперь у нас, так, это все дело Тоже является Так, ага Получается, у нас еще остались 672М автобуса Которого мы хотели бы Хотелось бы тоже некоторые заменить Так, ну что ж, в принципе, думаю, что этого нам хватит Для ЛАЗа 672М, собственно, заменим его тоже И идем тоже Тоже так же техобслуживание Что ж, давайте посмотрим, как он на самом деле выглядит Так, собственно, вот он Вот, он красавчик наш Получается, тоже с крутящимся, так скажем Пропеллером охлаждения, скорее всего, да И вот такой вот у нас пазик получается Не, ну красивый на самом-то деле Прикольная штука Мне кажется, это далеко не самый любимый автобус Может, вот это самый любимый автобус Но не для меня Не для меня Не, ну выглядит он, конечно, красиво Мощно Такой, знаете, прям Междугоним, ну, такой Междугоним, а пригородный Прям такой, чтобы по грязи ехать С большими колесами Проходимый, скорее всего И вот он Собственно, теперь у нас катается Ну, рай, что едет он сейчас, получается, во Львов Да, не совсем в том месте Где он, скорее всего, должен был бы ходить Ну ладно Ну ладно Так, вот у нас тут Семерочки Красавчики, да Ну что ж, ну что ж, ну что ж Получается, остается только лишь Дождаться 84-го года И мы сможем Наконец-таки Запускать R200 На нашей новой линии Но перед тем, давайте Все-таки подготовим Эту линию И поставим какие-нибудь Например, тут нужны нам Сто пудово будут Получается Путевые точки Как минимум, давайте вот Если какую-нибудь Такую вот путевую точку Точку поставим, да Так, вот как-нибудь Вот таким вот образом Наверное, это нужно сделать Вот так вот И вот давайте Какой-нибудь с другой стороны Какой-нибудь Вот так Нужно только выбрать Left Да и вот таким вот образом Вот сюда вот куда-нибудь Постам точно такую же Путевую точку Ну вот, так скажем Это выглядит, в принципе, красиво Противовес, или не помню Как они там называются Для наших электросетей Чтобы вот Ну, выглядят они В принципе, неплохо Да, и будут Работать Как путевые точки Это тоже мы могли Ровненько и красненько Проложить здесь вот Новую линию Так, собственно Как визерочек нам говорил Это должна быть Линия номер 200 Трук 201 Вроде как Такой у нас нету Получается Называем ее Получается Белоград- Тире Санкт-Петербург Так, и получается Называем ее В кавычках С-Т-О-Р-О-С-Т Мой Все Отлично, готово Теперь нам осталось Всего выпадать Так, чтобы мы добавили Станции между Получается Белоградом Здесь у нас, получается Должна будет она Пребывать на Предпоследнюю ветку Вот сюда Собственно Восьмой путь Так, вот Он Вот у нас Получается Наш год У нас добавились Новые Боинги И получается В самом низу Должны быть Где-то тут В итоге у нас Появится Р-200 Так, у нас Боинг-177 добавилось Офига себе Он настолько Старый, реально Не думал На самом деле Так, блин У нас Не показалось Но у нас Должны были Добавить все-таки Р-200 Так, ну что ж Получается Соединяем этот Гор между Также Санкт-Петербург Сюда тоже Привязываем Так И получается Все вроде как Да Вроде как Все Куда он вообще Привывает У нас На второй путь Получается Да А нам бы На самом деле Нужно Чтобы Например Какой-нибудь Седьмой Привывал Да Вот так Да Все Так, чтобы Не загружено Все это дело Было Так, чем Максимально Разгружено Ну что ж Теперь давайте Получается Если Насколько Помню Да, кстати Депо Получается Управа Это немножко Обидно А смотрите У нас Такого Депо Уже Добавить Чем бы Нет Давайте Вот его Такого Поставим Красивенько Сюда И вот Представить Вот сюда Отлично И теперь Нужно Всего лишь Так Купить У нас Получается R200 Скорее всего Не должны Были бы Уже Сюда Добавиться И вот Они Да Красавицы Собственно Не знаю 8 или 10 Вагонов Давайте Что ж Давайте Лучше 10 Вагонов Купим Получается Одна Штука И Ну Покупаем Конечно же Две Так 260 Метров Получается Покупаем Делаем Тех Обслуживание И наконец Запускаем На линию 200 Труп 201 Белград Сотпетербург Скоростной Отлично Запустились И теперь И теперь Смотрим На красивый Выезд Этих Новых Двух Красавиц Вот Они Поехали Эх Так Ну что ж Конечно Выезжает Немножко Долговато Но Но Я уже Там В окошке Потихонечку Вижу Выезжает Медленно Но Но Красиво Но Красиво О блин Наконец Такие у нас Появляются Красные Красивые Поезда Так Только Нужно Знаете Что Это Я кое-что Понял Я кое-что Понял У меня Получается Надо Вот так Вот Сделать Скорее Всего Вот так Вот Нормально И теперь Смотрим Теперь Смотрим Теперь Смотрим На ее Выезд Вот Так Поехала И Вот Она Выезжает Выезжает Красавица Р200 Не Ну Это Конечно Красота Первый Первый Скоростной Поезд Первый Такой Ну Скоростной Поезд В смысле Прям Быстро Реально О блин Не Ну Это Теперь Вот Так Будет Выглядеть Все Очень И Очень Красиво Собственно Вот Он Выезжает У него Уже Зеленый Свет О По сигналю Молодец Рижского Электровоза Нет Подожди Как Там Электро Вообще Эра Электропоезд Рижский АРВР Это Получается Рижский Вагоностроительный Завод Да Рижский Вагоностроительный Завод Получается Вот Теперь у нас Р-очка Выезжает Вот Красота Много Вагонов Конечно 10 штук Аштел Получается Мы добавили Но В принципе Нормально Да Я согласен Это нормально Да Думаю Что 12 Было бы Уже Многовато Наверное Да Вот 8 Маловато Вот 10 Прям Нормально Что Что Мы Конечно Должны Будем На ней Прокатиться Потому Что Ну Как На Р-200 На Первой Р-200 В нашем Летсплее В наших Принципе Летсплеях Мы Не прокатиться Не можем Да Ну Это было Просто Не знаю Как Что Давайте Ко Мы на нее Все-таки Когда Сядем Так Вот Она Просто Конечно Она Выезжает Очень Веденно Скорее Всего Когда Она Последнего Годная Ее Скорее Всего Покинет Этот Депо Скорее всего Она Подразгонится Потому Что У него Там Скорее всего Ограничение 15 Метров Час Да У него Там В основном Депо Ограничение 15 Метров Час Так что Нужно Просто Подождать Пока Последний Ее Вагон Покинет Депо И тогда Она Подускорится О Блин Не Ну Теперь Вот Конечно Мне Вот Понимаете Пусть И Я Хочу Сделать Сегодня Максимально Коротенькую Вот Смотрите Уже Только Только Съехал Уже До 40 Ускорость Не Ну Это Быстро Это Быстро И Теперь Мы сможем Натем Сиделом Вот Таким Вот Наслаждаться Этой Прекрасной Красотой Транспорт Фивер 2 Мне Очень Интересно Сколько На Ускорость Я Не Пожалею Времени Сорян Пацаны Что Выходит Серия Не Вовремя Сегодня Аж 18.00 Скорее Всего Но Вы Теперь Знаете Почему Нас Подлиннее Будет Потому Что Ради Р-200 Думаю Что Можем Потратить 5 Минут Чтобы Чуть И Проехать Собой Да На Какой Путь Она Будет Пребывать Ну На Третий На Четвертый Или На Первый Или Создала Она Пребывает На Предпоследний Получается Нет Я Говорю Про Магистраль По Кому Она Будет Ехать Так Она Будет Ехать Кстати Кстати По Магистрали Она Будет У Нас Ехать Сначала И Да Нет Скорее Всего Давайте Лучше Я Вне Серии Получается Займусь Перенастройкой Все Этих Путей Всех Этих Линей Которые У нас Там Ходят Таким Вот Образом Так Давайте Сначала Прокатимся На Р200 И Как Я Уже Сказал Вне Серии Я Займусь Тем Что Перенаправлю Пути Чтобы Они Ходили Там Где Должны И Чтобы Полностью Для Р200 У нас Два Пути Было Освобождено Ну Что Собственно Вот Останавливается Она Открывает Свою дверцу Конечно Здесь у нас Так Скажем Низкая Платформа Пока Что Для Р200 Не Самая Лучшая Но У нее Лестница Небольшая Есть Под Дверьми Поехали Разгоняемся Едем На Во Смотрите У нее Здесь Небольшая Пробка Получается Это Обидно Она Ждет Кого Так Силастополь Которая Должна У нас Будет Управление Линией Получается После Белограда Сперед Санкт-Петербургом Добавляем Станцию Получается Вот На Этот Получается На эту Путевую Точку Все Так И мы Тоже Пластиком Перепровожили Ага Вот У нас Уже Эта Линия Белоград Санкт-Петербург Ходится Здесь Где Не Должна На Так 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 Ага Не Не туда поставил Не туда поставил Да После Белоград Путева Точка Номер 9 Вроде Понад Так 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 Это Типа У нас Где она Находится Она На Центральном Вокзале Да 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 Вон Она Вон Она Да Да Спасибо Большое Видеорочек Видишь Спасаешь От Фейлов Так Ага Нет Все Так Это Не Должно Работать За Петербургом Надо ее ставить После Первой Аааа Вспомнил Понял Понял Спасибо Большое Вот Тебя Вот Сюда Вот Нужно Опять А Блин Опять Не то Не то Не то Ну Я уже Понял Что Нужно Сделать Так Вот Нужно После Санкт-Петербурга Просто Вот Сюда Вот Поставить Так И Получается После Этой Точки Вот Сюда И Все Теперь У нас Этот Путь Полностью Освобожден Даже Вне Серии Как Это Не Пришлось Делать Это Хорошо Ну Что Нам Осталось Только Лишь Получается Дождаться Пока Тут Наш Р200 Собственно Поедет Но Давайте Пока Они Разъезжаются Все Так Придем К Фастову Собственно Будем Делать Максимально Быстро Максимально Куротко Это Будет Последнее Скорее Что Мы Будем Делать В Этой Серии Так Собственно Для него Место Я Уже Выбрал Должна Будет Находиться Вот Здесь Останавливаем Время Собственно И теперь Ломаем Пути Конечно Вылезают Некоторые Ошибки Но Это Ничего Страшного Город Собственно Здесь Нужно Будет Поставить Нам Для Начало Скорее Всего Нужно Будет Поставить Нам Город Город У нас Будет Не Сильно Большой Но Не Сильно Маленький Давайте И Выбрать Township Наверное Да Так Ну что Собственно Пусть Строится Так Вылет Произошел Скорее Всего Да Блин Вылетел Обидно Ты помнишь Когда у нас Там были Автосохранения Сохранения Ну точно Когда Арт-200 Прибывало Ага Ну ладно Ну что Собственно Давайте Мы вернемся Когда Перезапустим Игру Итак Собственно Перезапустил Я игру И Также Получается Уже Мы Вместе С Везерочком Построили Фастов И даже Подключили Его К Собственно Нашей Большой Трассе Также Получается Мы Еще Сделали Уже Все таки В серии Ну как Вне серии Только сейчас Получается Перенаправили Все наши Маршруты И теперь Получается Только По боковым Линиям У нас Ходят Р-200 И по всем Центральным Линиям Ходят Все остальные Линии Все остальные Поезда То есть Получается Р-200 У нас ходит Чисто по Своей Отдельной Ветке Так Ну что В принципе Теперь Давайте Делаем То что Изначально Мы должны Были Быть Делать Это Получается Построить ЖД вокзал В пастове Так Ну что Получается Мы Уничтожаем Немножечко Также Убираем Получается ЖД Дорожный Вокзал Постройки Нам Нужен Получается Вот Нам нужна 320 метров Пока что Только Три пути Скоро Понимаете Почему Три пути И так Получается Вот Собственно Таким Образом Мы его Разворачиваем Вот Таким Вот Образом Так Нужно Поднастроить Вот Таким Вот Тоже Образом Так И Получается Должны Здесь Посередине У нас Будет Три пути Потом Платформа Два пути Пассажирских И еще Один Грузовой Путь Делаем Для того Чтобы он Выглядел Как в реальной Жизни Построим Ну Точнее Поближе К реальной Жизни Построим Еще дополнительно Четыре Просто так Грузовых Пути Ну что Давайте Сейчас Я это Сделаю И верну И так Собственно Вот Таким Вот Теперь У нас Вылет Железно-торожный Вокзал Фастово Конечно Очень жаль Что у меня Не получилось Делать больше Получается Платформа Так как у нас Вокзал И так Получился Очень большим Таким Распространенным Можно так сказать Ну в принципе Вот так Вот так Вот он выглядит Со всякими Разными Декорациями Всякими Лавочками Будочками Переходами Всякими Тоже разными Наземными Подземными Наземными Подземными Это опять же Надземными Да И получается Вот так Вот это все Дело у нас Дело выглядит Также у нас Получается Я уже Проложил Все линии Получается Те линии Которые у нас Не будут Останавливаться В собственно Фастово Будет вот таким Вот образом Как сейчас Это делает Этот ЧС-2 С составом Санкт-Петербург Ярославль Вот таким вот образом У нас будет Просто пролетать По серединке Вот таким вот образом Просто да Вот не останавливаясь Проезжать мимо Фастово Даже его Можно сказать Не замечая Ну а некоторые Другие линии Как у нас Будет Останавливаться Фастово Будет просто Съезжать Здесь тоже Останавливаться Также Проложены были Несколько новых Линей Получается От Киева До Фастова От Ивана Протковска До Фастова И от Дарницы До Фастова Получается Был проложен Такий вот Маршрут Для электричек И довольно-таки Большой маршрут От Миколаева До Ивана Протковска Через Фастов Был также Точно Проложен маршрут Теперь нам Осталось Получается Купить Только лишь Четыре состава Для этого Нам нужно Обновить Я его пока что Увы Обновить Не могу Такого Просто Пока что Нету Такого Что бы я хотел Сюда добавить В виде Депо Так Ну что ж Теперь давайте Допустим Началось Создадим состав Для нашего маршрута От Миколаева До Ивана Протковска Через Фастов Собственно Для него мы можем Взять даже ЧС-7 В принципе Чем бы и нет Так же теперь Из пассажирских составов Мы составляем Получается СССР Так скажем Вот эти вот Амендорф И пока что Потом Немножечко Давайте Два Гоплеводов СМВ Потом Еще Вот Два Таких Вот Потом Давайте Раз Два Три Получается И все И все Получается Таким вот образом Где у нас Будет вылет Это У нас 10 вагонов В принципе Нормально И покупаем Получается Этот состав Так Купить 47 миллионов Он у нас Будет Стоит Поезд Номер 99 Кстати Уже почти Что 100 составов У нас Ходит На наших Железных Дорогах Так Нужно Выбрать Линию 90 Там Какой То Подходили Еще С Визерочком Номера Линии Который У нас Еще Не Используется Вот 92 93 И Сюда Вот Мы Его И Запускаем Так Теперь Обновляем Таким Вот Образов И Также Убираем Несколько Новых Электричек Да Получается Теперь Нам Нужно Выбрать 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 Допустим Из Киева Будет У нас Ходить R9 Да Где У нас Тут R9 Находится Так Так Где-то Чуть Повыше Да Вот Они R9 В принципе Наверное Вот Такие Голубенькие Пусть У нас Ходят 6 Вагонов Из Киева R9 Е Добавить Получается Да Вот Одну Штучку Покупаем Также Пусть У нас Будет Ходить Одна R2 Такая Вот Прикольненькая Да Где У нас R2 Только Не Давайте R9 Еще Одну Только Вот Такую Самую Самую Обычную Скорее всего Не П Не А Нет М Это Квадрокабина Не хочу Давайте Вот Такую Обычную На 6 Вагонов R9 Вот Так Отлично Делаем Всем Тех Обслуживание И Собственно Сейчас Будем Запускать Получается R9 Е У нас Будет На Маршруте К И Фасе Вот 41 42 Вот Собственно Сюда Мы Запускаем Так Получается Теперь Нужно Выбрать Эту R2 И Иванов Вот Иванов Анковск Фастив Вот Эту Мы Получается Последнюю Запускаем На Самый Последний Маршрут Вот Собственно Дармит Фастив 90 91 Отлично Выезжает У нас Наши Красавицы Скорее всего Некоторые Даже Выехали Вот У нас Да Вот Собственно Ч С7 Вот Она Красавица Такая Вот Красненькая Красненько Выезжает С новым Составом Который У нас Будет ходить Через Фастов И Также Электрички В дальнейшем Тоже Вылетают Теперь У нас Получается Фастов По почти Полностью Рабочем Состоянии Там Будут В дальнейших Сериях Будущих Запустить Получается Автобус Вот У нас Грузовой Один Получается Промчался Посередине Кстати У нас Тут еще 31 Кольцевой Маршрут Который У нас По большому Уходит Вот Собственно На Фастов Я решил Что Будет Останавливаться Таким Вот Красивеньким Ну что Осталось Получается Только Личным Настроить Грузовые Перевозки Для этого Нужно Создать Всего Личную Линию Между Которую Между Этим Получается Между Иван Восток Собственно Это у нас Сортировочная Линия Ну а Также Нужно Получается Теперь Настроить Эту Линию Так Чтобы Она У нас Вот здесь Забирала Будет Загружать Топливо И Еду А здесь У нас Она будет Разгружать Топливо Это И еду Так Отлично Осталось Только Настроить Нефтерудную Линию Управление Линией Управление Линией Вот Тут На первой Остановке Она У нас Также Пусть Разгружает Топливо Получается Разгружает Топливо Вот таким Вот образом Отлично На Одесса Север Вынесет На второй Станции У нас Получается Скорее всего А он Вот так Загружает У нас Топливо Получается Разгружает Реально Он молодец Получается Молодец Так И также Нужно Сделать Еще Прикольчики Некоторые Увы Как вы только Что увидели Я кое-чего Не заметил Оказывается Что первая Нефтерудная Линия На сортировочной Станции Разгружает И так Топливо И хлеб Одновременно То есть Можно было Сделать так Чтобы на Разгрузочной Точнее сортировочной Станции В Илана Франковске Получается Первая Нефтерудная Линия И разгружало Получается И топливо И хлеб Но я Этого Не заметил И получается Решил так Что нужно Переносить Все это Дело Точнее Допрокладывать Линию Грузовую Для фастова Аж Во Львов Чтобы там Наша Продуктовая Линия Состав Ввел Фастов Хлеб То есть Но это сделать Нам по факту Не нужно Так как я только Что сказал Что Ну Как бы И первая Нефтерудная Линия Может и На сортировочной Станции В Илана Франковске Это все Делать Так что Я пожалуй Вне серии Уже Все это Дело Немножко Подисправлю И Сделал Все Панормально Так что В принципе Все остальные Часть С этой Грузовой Линии Я могу Уже Вырезать Отлично С этим Мы тоже Так скажем Справились И теперь Можем Запускать Сюда Получается Какой-нибудь ЧМ3 Да Запускать Сюда Мы будем ЧМ3 Нам для этого Нужно Получается Убрать Дизель Вот здесь Вот У нас ЧМ3 Всякие Тут есть Вот такого ЧМ3 Вот такой Давайте Пусть будет Вот такой Теперь Получается Грузовые Вагоны Которые У нас Будут Помещать В себя Получается Хлеб И Топливо Для этого Нам нужны Получается Закрытые Вагоны У нас Там Закрытые Вагоны Находятся Вот они Прямо Они себя Помещают Давайте Вот сюда Пожалуй 5 Вагончиков Таких Вот Добавим А В виде Блочек У нас Пусть Будет Давайте Вот такой Вот Один Два Вот Таких Больших Пусть Будет И Вот Таких Пусть Будет Тоже Еще Две Штуки Дополнительно В принципе Еще Неплохо И Знаете Что Давайте Все Таких Вот Такой Добавим Красота Покупаем Одну Штуку Вот Такую Вот Делаем Поезд Уже Номер 107 А Все Таких У нас Соточка Уже Была Теперь На Линию Один Запускаем Так Отлично Теперь Нужно Выбрать Эти Все Линии Скопировать Самое Так Вот Так Вот Получается Срочная Линия Номер Девять Контрол С Так Теперь Выбираем Получается Называем Ее Сортировочная Линия Номер 10 Так Отлично Все Готово Теперь У нас Фастов Полностью Снабжается И Фастов Полностью Включен В нашу Транспортную Систему Это Хорошо Осталось Потом В дальнейшем Настрой Так что У нас От вокзала Доводились Еще Получается Продукты В сам Фастов Там Куда Они Нужны Конечно Он Подключается Хотя Блин Он Подключается Реально Ко всему Фастов Ну Как минимум Хлеб У нас Будет Доставляться И без Этих Без Транспорта Ну Давай Все-таки Давайте Все-таки Побыстренько Сейчас Сделаем Вот Кстати У нас Еще Один Такой Мод Добавил Который Мы Еще Кстати Не Протестировали Но Он Уже Добавлен И Надо Будет Это Исправить Потом На самом Деле Да Визерочек А Он Просто Может Вылететь Так что Я Вот Так Наверное Надо Сделать Чтобы Она Поменьше Места Занимала Вообще По минимум Места Так вот Все Где Получается Добавить Вот сюда Вот и вот сюда Вот Если у нас Получается Она будет У нас Загружать Топливо А если у нас Будет Она Разгружать Топливо Так Все Отлично Так И теперь Получается Мы должны Давайте Прямо С Киева Сюда Запустим Транспорт Чем бы и нет Дорожное Депо И покупаем Какие нибудь Грузовые Грузовички Да ладно Так Собственно У нас Есть вот Так Вот такой Зил Давайте Пусть там Зилки Ходят Чем бы и нет Давайте Вот таких Вот Весь груз Получается Два Так Две штуки Вот таких Вот тоже Давайте Пусть Так У нас Один Будет Так Собственно Делаем Техобслуживание Им обоим Так И запускаем На линию Один Которая Сейчас будет Которая Сейчас станет Немножко По другому Называться Так Линия Один Так И получается Теперь нужно Опять же Выбрать Эту вот Линию И посмотреть Что у нас Там вообще По названиям Так Линия Один Также у нас Нужна быть Линия Линия Двадцать Три Груз Да Так Линия Двадцать Три Груз Груз Все Теперь Вот таким Вот образом Все у нас Красивенько Выглядит И теперь У нас полностью Здесь все На стороне Ну что ж На этом У нас Получается Все Теперь нам Нужно Только лишь Посмотреть Что у нас Там С нашими Р-200 Которые До сих пор Почему-то Не могут Выехать Она Заезжать Сюда Может Более Чем Скорее Всего Там На третьем Четвертом Какая-то Электричка Стоит И ждет Кстати Ааа Ясно Красная Стрела Здесь Пока что Фигачит Мы ее Уже Перепровожили Получается Только Она Доедет Тогда У нас Р-200 Поедет Получается Мы Немножечко Довольно-таки Много Получается Запустили У нас Р-200 Сейчас Последние Коррективы Внесутся Сами По себе На них Мы уже Повлиять Никак Не можем И Она У нас Поедет И будет Максимально Хорошо Красивенько Таким 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 Построили Получается Фастов Новый Город Получается Который Полностью Подключили Уже К грузовому К грузовому Снабжению К пассажирскому Снабжению И в принципе Полноценный Город Реально Только Раз Что Без автобуса Без общественного Транспорта Внутри Города Но Все же В следующей серии Может быть Вне серии Я все-таки Это Так скажем Исправлю Получается Так же Мне не заменили Некоторые Старый транспорт На чуть более Новый И в принципе Такая У нас Довольно-таки Насыщенная И большая Серия Получилась Много Чего Я вырежу Много Чего Сделаю Скорее всего В этой серии Будет даже Таймлапс И вот Наконец-таки У нас R200 Собственно Поехала Можем на ней В принципе Немножко Прократиться Скорее всего Может быть Даже под музыку Или же Просто без музыки Молчанку Поиграем Просто Посмотрим Как она у нас Разгонится И будет ехать Когда она Пройдет Полностью Этот перегон Тогда и Подзакончилась Эта серия Собственно Вот Может быть Даже Кстати Там Красная стрела У нас Стоит и ждет А нет Вот она просто Так скажем Заезжает сюда И вот Пребывает Ну а Скоростной Белград-Санкт-Петербург Номер 200-201 У нас едет Собственно 200-21 Думаю что Потому что Это у нас R200 Ну что ж В принципе На этом все Такая у нас серия Получилась Как я уже много раз Повторил Интересная и насыщенная Надеюсь что она вам понравилась Ну про лайки Немножечко позже Собственно Именно потому что Так А нет Все нормально Что-то я подумал Что он туда едет Нет Все нормально Все нормально Ну что ж На этом все Всем большое Спасибо за просмотр Не забывайте Ставьте лайки Подписываться на канал Это очень важно Как вам нужно Поддерживать Мотивируйте Короче Делайте мне очень приятно Спасибо большое Всем кто это делает Но всем вам Я же удачи Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр